И чтобы сохранить равновесие, тело вынуждено выносить средний шейный и нижний шейный отдел позвоночника вперёд. Нам нужно отведение головы в заднем направлении, сдвигание головы назад. Парадоксальный факт заключается в том, что грудинно-ключично-сосцевидная мышца напряжена в силу её недостаточного тонуса. Сплошь и рядом ко мне приходят люди, которые насмотрелись видео про самомассаж мячиками. Начинают они работать избыточно энергично и получают лишь ухудшение ситуации, вместо того, чтобы получить улучшение. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Меня зовут Станислав Черноног, и я автор и создатель школы векторного массажа и саматити. В этом видео мы с вами разберём основные причины, по которым возникает холка, и разберёмся, как с этими причинами работать, чтобы холка ушла. Первая и наиглавнейшая причина – это слабость мышц, которые нам выпрямляют шею и спину. Дело в том, что мышцы, которые крепятся к шейному отделу позвоночника и отводят голову назад, крепятся с другой стороны по среднегрудному отделу позвоночника. У нас мышцы, которые называются длинные экстензоры, начинаются в шейном отделе, в среднешейном отделе позвоночника и заканчиваются в среднегрудном. Соответственно, проблемы с этими мышцами, ослабление этих мышц приводит к тому, что мышцы, расположенные по передней поверхности корпуса, перетягивают голову вперёд, она начинает заваливаться. В силу того, что тело не в силах справиться с превосходящей нагрузкой передних мышц, оно начинает выстраивать специальную конструкцию, чтобы хоть как-то компенсировать функционирование передних мышц и начинает выращивать специфическую структуру, чтобы удержать голову от падения и отрыва. Таким образом, инструментом работы с холкой будет проработка мышц, выпрямляющих позвоночник, мышц, распрямляющих шею. И здесь главными механизмами работы будет высвобождение мышц длинных экстензоров от эсфасциального кармана. Мы их сдвигаем и растягиваем. И вторым направлением работы с холкой будет проминание мест прикрепления этих мышц по ребрам и по боковым отросткам грудных позвонков. Существует своя специфика, связанная с тем, как долго работать с этими мышцами, в каком направлении работать с этими мышцами, как определять, какие точки являются приоритетными. Всё это мы подробно разбираем в наших курсах по кинезиологии. Для вас, чтобы получить краткую инструкцию, я вам скажу, что ни в коем случае не торопитесь. Работайте со структурами по среднегрудному отделу позвоночника продолжительное время. Проявляйте терпение и внимательность к пациентам. И через какое-то время структуры, которые удерживают голову назад, придут в лучший тонус, и телу будет легче удерживать голову в заднем направлении. Важной подробностью при работе с длинными экстензорами является понимание того, что исключительно массажная работа будет недостаточно для того, чтобы привести их в хорошее положение. Длинные экстензоры – это структуры, которые не работают у наших пациентов годами и даже десятилетиями. Поэтому, если вы просто промнёте длинные экстензоры и не дадите на них специфических упражнений, а это упражнения на отведение головы назад, если вы не дадите упражнений, то массажная работа будет крайне низкоэффективной. То есть мы с одной стороны проминаем и высвобождаем длинные экстензоры, с другой стороны мы даём упражнение на тренировку длинных экстензоров. Частой ошибкой по тренировке длинных экстензоров является запротидывание головы. Нам нужно отведение головы в заднем направлении, сдвигание головы назад. Второй очень частой проблемой, которая сопряжена с функционированием длинных экстензоров, являются психоэмоциональные проблемы. Дело в том, что длинные экстензоры крепятся по среднегрудному отделу, а этот отдел по представлениям китайской медицины, рефлексотерапии, сопряжён с меридианом сердца, точки сочувствия к меридиану сердца, к меридиану перикарда. Эти точки чрезвычайно сильно сопряжены с психоэмоциональным состоянием. Психоэмоциональное состояние чрезвычайно сильно и плотно сопряжено с состоянием диафрагмы. Условно говоря, дыхание – это процесс, который одновременно вовлекает нам физиологию и наше психоэмоциональное состояние. Более того, состояние диафрагмы очень сильно влияет на положение нижней порции трапециевидной мышцы. Если нижняя порция трапециевидной мышцы недостаточно напряжена, имеет недостаточный тонус, то это приводит к тому, что плечи задираются, выводятся вперёд, и голова получает недостаточную опору со стороны верхней порции трапеции. Несмотря на то, что верхняя порция трапеции будет избыточно напряжена, она оказывается не в состоянии утягивать голову в дарсальном, то есть в заднем направлении. Таким образом, работа с нижней порцией трапеции, с длинными раздебателями шеи и с психоэмоциональными состояниями человека будет сопряжена с дыхательными практиками. Когда мы учим человека выдыхать полностью, когда мы учим человека полному вдоху, мы делаем это через последовательное продавливание грудной клетки, через высвобождение дыхания. Это достаточно сложная техника, но знаете, что если ваш пациент не дышит свободно, если он задерживает дыхание в тот момент, когда вы надавливаете на его грудную клетку, если ему больно в тот момент, когда вы надавливаете на его грудную клетку, то с высокой степенью вероятности у него не будут работать нижние порции трапеции, и не будут работать длинные раздебатели шейного отдела позвоночника. Таким образом, дыхательные упражнения, наше любимое упражнение помпа и активные массажные практики, связанные с увеличением объёма движения грудной клетки, будут чрезвычайно полезны для таких пациентов и будут убирать нам холку. Если у вас в доступе нет специалиста, который в состоянии поработать с вашими длинными экстензорами, а разобраться с холкой как-то хочется, то хорошим вариантом будет самомассаж длинных экстензоров посредством теннисного мяча или специального массажного мяча. Многие пациенты берут массажный мяч и начинают массировать себе спину, укладываясь на горизонтальную поверхность, и всей массой своего тела давят на массажный мяч. Таким образом, оказывают очень сильное воздействие на места прикрепления мышц выпрямителей и трапеции. Это очень опасная практика. Я рекомендую вам прорабатывать точки на задней поверхности спины для выпрямления шеи, для того, чтобы убрать холку. Прорабатывать эти точки возле стены, очень внимательно следя за тем, чтобы нагрузка не была избыточной. Сплошь и рядом ко мне приходят люди, которые насмотрелись видео про самомассаж мячиками. Начинают они работать избыточно энергично и получают лишь ухудшение ситуации, вместо того, чтобы получить улучшение. Следующей важной составляющей холки является избыточное напряжение по передней поверхности туловища. Что у нас может избыточно напрягаться по передней поверхности корпуса? Прежде всего, это малая грудная мышца, которая часто укорачивается. Это мышца, которая расположена, идет от клювовидного отростка лопатки, идет к третьему-пятому ребру. Ее укорочение приводит к тому, что у нас грудная клетка закручивается вперед, что приводит к тому, что голова запрокидывается назад. И чтобы сохранить равновесие, тело вынуждено выносить средний шейный и нижний шейный отдел позвоночника вперед, что приводит, опять же, к нарушению равновесия и формированию избыточной нагрузки на нижний шейный отдел позвоночника и формированию холки. Что является для нас здесь базовой задачей? Базовой задачей для нас является восстановление функции большой грудной мышцы. Мы прорабатываем места прикрепления большой грудной мышцы по грудине. Мы прорабатываем места прикрепления большой грудной мышцы по ключице. Мы прорабатываем места прикрепления большой грудной мышцы по реберным дугам. Здесь также будут чрезвычайно полезны упражнения и практики, связанные с дыханием, высвобождением диафрагмы. Первая часть мы работаем с большой грудной, после этого мы растягиваем с вами малую грудную. Важной частью работы с малой грудной мышцей является её растяжение, потому что она бывает фасциально укорочена в силу того, что она начинает компенсировать недостаточную функцию большой грудной мышцы. Поэтому мы сначала прорабатываем большую грудную мышцу, чтобы сделать её более сильной. А потом растягиваем малую грудную мышцу. Она идёт от нижней части плеча, вот примерно отсюда, идёт до третьего-пятого ребра. Обращаю ваше внимание на то, что это движение, несмотря на то, что обладает огромной целебной силой, потенциально опасно. Здесь у нас расположены рядышком лимфатические узлы. Кроме того, здесь расположен ход лучевого нерва. Соответственно, если мы работаем с этими местами избыточно жёстко и агрессивно, мы можем вызвать защемление нервов руки. Поэтому проявляйте осторожность в работе с женщинами. Также помните, что у нас тут рядышком расположены молочные железы. Когда засовываете руку в сторону груди, проявляйте деликатность для того, чтобы не быть обвинёнными в неподобающем поведении и не травмировать молочные железы. Это тоже очень важно. Таким образом, растяжение мы не просто вытягиваем за руку, мы не просто тянем за руку, мы немножко изгибаем руку в сторону внешнего вращения и уже на этом движении осуществляем движение вытяжения по малой грудной мышце. Это движение, которое по-настоящему меняет осанку, выводит плечи назад. И следующим движением, которое работает в ту же сторону, будет раскрытие грудной клетки. Очень существенной, частой причиной того, что у человека начинает расти холка, является слабость по задней поверхности рук. Начиная от тыльной поверхности тисти, пространства предплечья и по задней поверхности плеча, внешней поверхности плеча, дельтовидная мышца. Если где-то здесь в теле существуют места, где движение, инергия работы мышцы застревает, то есть какая-то мышца сокращается и не передаёт нагрузку выше, или какая-то мышца из тех, которая должна сокращаться, не сокращается, то это приводит к избыточному напряжению верхней трапеции и, опять же, вынесению головы вперёд. Для того, чтобы это не произошло, мы должны работать с внешними поверхностями руки, начиная от тисти, проработать межмышечную перегородку внешнюю, проработать дельтовидную мышцу и проработать места прикрепления дельтовидной мышцы по нижней поверхности ости лопатки и по нижней поверхности ключицы, её дистального края. Таким образом, работаем с предплечьем, работаем с внешней поверхностью плеча, очень внимательно прорабатываем дельтовидную мышцу, находим все места напряжения, находим все места болезненности и добиваемся того, чтобы мышца была равномерно прогрета, чтобы не было мест, где мышца болезненна, мест, где инердия сокращения мышцы не передаётся через какой-то участок. Всё это чрезвычайно важно для того, чтобы тело не напрягало избыточно трапециевидную мышцу и не приводило к выводу головы вперёд и не приводило к воспалению трапециевидной мышцы, которая также приводит к нарушению кровообращения, скапливанию жидкости в области холки и, соответственно, образованию избыточной жировой подкожной клетчатки, которая аккумулирует ту воду, которая скопилась из-за воспаления. И, наконец, последнее направление работы, которое поможет вам убрать холку, это работа с местами прикрепления основных мышц. Дело в том, что основные мышцы, которые отвечают за правильную осанку по шейному отделу позвоночника, это мышцы-разгибатели, про которых мы с вами говорили в первом пункте. Это трапециевидные мышцы, это дельтовидные мышцы. Кроме того, важной мышцей, которая участвует в формировании правильной осанки шеи, будет грудиноключично-сосцевидная мышца. Каким же образом мы работаем с местами прикрепления? Это работа, которая может быть проведена с массажистом или может быть проведена на себе в тот момент, когда мы хотим поработать с собой. Итак, давайте посмотрим, каким образом мы можем поработать с местами прикрепления мышц, где они расположены. Рояль в кустах. Давайте посмотрим на места прикрепления трапециевидной мышцы. Она будет располагаться по верхней ости, по верхней поверхности ости лопатки, вот здесь. Соответственно, в тот момент, когда мы проходимся по этой линии самостоятельно, мы будем обнаруживать некоторые болезненные точки по местам прикрепления верхней порции трапециевидной мышцы. Вот на нашей модели я обнаружил одну такую. Это может быть довольно болезненно. Наша задача не спеша, планомерно, без резких и сильных движений проработать эти болезненные места. Частично эти места будут находиться по верхней ости лопатки, частично по ключице. Вторая история – это проработка мест прикрепления дельтовидной мышцы по той же самой ости лопатки, только снизу. Вот мы проходимся по ости лопатки, только снизу. Любопытным фактом здесь будет синхрония между местами по верхней ости лопатки и по нижней поверхности ости лопатки. Одна и та же точка. Это говорит о том, что проблемы по шее возникают где-то в более низком отделе или проблемы, которые возникли в верхнем отделе, будут иметь свои продолжения в нижнем отделе, и необходимо работать с обеими отделами одновременно. Важной частью работы с местами прикрепления будет работа по затылочной кости. И когда мы опять же прорабатываем затылочную кость, последовательно находя места воспаления и болезненности, и последовательно снимая эту болезненность и это воспаление. И, наконец, последним местом, существенным для нас, будет место прикрепления грудинно-ключично-сосцевидной мышцы по грудине и по ключице. Как правило, более болезненным будет место прикрепления ГКС по ключице, но в некоторых случаях и по грудине с этими мышцами необходимо работать, потому что избыточное напряжение грудинно-ключично-сосцевидной мышцы будет приводить к тому, что голова будет выводиться вперёд, и это будет приводить к формированию холки. Нам необходимо расслабить грудинно-ключично-сосцевидную мышцу. И здесь парадоксальный факт, который поймут наши слушатели курса кинезиологии, парадоксальный факт заключается в том, что грудинно-ключично-сосцевидная мышца напряжена в силу её недостаточного тонуса. В силу того, что грудинно-ключично-сосцевидная мышца очень часто имеет недостаточный тонус, она начинает избыточно напрягаться, и это приводит к её спазму. Таким образом, для того, чтобы убрать спазм грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, нам потребуется найти места, которые не позволяют ей иметь достаточный тонус, проработать эти места болезненности, и после этого она станет более сильной и более расслабленной. И, наконец, последним местом, о котором я скажу, будет работа по остистому гребню. Вот здесь вот по местам прикрепления, опять же, трапециевидной мышцы, а также мышц раздебателей шеи. Последние места я рекомендую быть с ними чрезвычайно внимательными, аккуратными, потому что остистые отростки шейных позвонков, в принципе, при резком воздействии могут травмироваться, поэтому проявляйте всю возможную осторожность и деликатность при работе с остистыми отростками шейных позвонков. Это очень важное место для того, чтобы тело начало работать надлежащим образом, для того, чтобы мышцы, которые крепятся по остистым отросткам, начали утягивать голову назад, чтобы привести ее в положение максимальной осевой симметрии, чтобы голова не заваливалась вперед, чтобы голова не запротидывалась, чтобы усилия, которые мышцы прикладывают к удержанию головы, были минимальными, потому что всякий раз, когда голова уходит с оси равновесия, телу приходится прикладывать особые усилия для ее удержания, это приводит к разрастанию мышц и воспалению мышц, которые работают в нештатном режиме, поэтому восстановление осевой структуры шеи является приоритетной задачей. А работа с местами прикрепления мышц, которые позволяют поддерживать осевое состояние шеи, является для нас также приоритетной задачей, чтобы сделать шею ровной и красивой. Мы показали вам основные причины, биомеханические причины, почему образуется холка, показали основные направления, по которым необходимо работать. Обратите внимание на то, что существует огромное количество нюансов, как работать по каждому конкретному направлению. Так, например, мы очень общо осветили состояние диафрагмы. Надо понимать, что во многих случаях работа с диафрагмой – это отдельная большая работа, которую невозможно вместить в формат данного видео, даже если бы оно длилось 2 часа. То же самое по количеству подводных камней и тонкостей, можно сказать, про большие грудные мышцы, про диафрагму, про длинные экстензоры, про дельтовидную мышцу. Каждая из структур, которые мы с вами описали, имеет свои подробности. Поэтому, если вы желаете стать не просто поверхностным человеком, который вроде бы как слышал о том, как работать, но человеком, который реально помогает, который формирует себе подлинную репутацию человека, который решает проблему, я рекомендую погрузиться в каждую из вышеописанных тем глубже. И могу вам предложить наш собственный курс, где мы разбираем всё это очень подробно. Переходите по ссылочке под этим видео и станьте по-настоящему профессиональным специалистом. А с вами был Станислав Черноног. Подписывайтесь на наш канал «Векторного массажа и саматити», канал, где мы учим вас делать массаж и зарабатывать на этом хорошие деньги. Ставим лайк этому видео и до новых встреч, друзья. До свидания.